Дать старт продажам решили громко и торжественно. Музыка создавала ощущение праздника, а первых покупателей ждало угощения и ценные призы за участие в розыгрыше. А перед этим традиционное перерезание красной ленточки. Перелезать ленточку представляется директору магазина «Обывной рай». Покричал на разу воркезовичу. Магазин с запоминающимся названием «Обывной рай» открыл свои двери для покупателей. Он находится в центре города, напротив дворца культуры «Нефтяник». Каждый найдет к нему дорогу. Однако удобное расположение – не единственное преимущество магазина. Продавцы приготовили для своих клиентов большой ассортимент качественной обуви. У нас есть обувь, в основном все идет российского производства. Мужская коллекция идет из натуральных материалов, то есть кожа, мех натуральный. То есть женская коллекция идет у нас. Эко-кожа тоже высокого качества. Приглашаем всех за покупками, тут весело, выгодно, всех рады видеть. Кроссовки для тренировок, ботинки для деловых встреч, туфли для вечеринок и тапочки для дома. Все это можно приобрести в обувном раю. Каждому покупателю продавцы найдут индивидуальный подход и помогут выбрать действительно нужную вещь. Еще один плюс – товар в магазине подбирается с учетом особенностей северной погоды. В свете приближающихся холодов это особенно актуально. В перерывах между покупками и участием в розыгрыше призов первые посетители делятся своими впечатлениями. Многих приятно удивила церемония открытия, радушия продавцов и представленный товар. Мне все понравилось. И открытие, и директор понравился. Гостеприимное. У нас, между прочим, Губкинский первый раз такое открытие. Даже торговые центры так не открывались. Качество мне тоже понравилось. Да, я сразу же выбрала, долго не выбирала. Помимо обуви, здесь можно приобрести сумочки, перчатки, ремни и другие предметы кожгалантереи. Ассортимент будет обновляться в соответствии сезону. Предусмотрена гибкая система скидок. Всех тех, кто хочет подготовиться к зиме и пополнить свой гардероб стильной и теплой обувью, магазин ждет за покупками. Валерий Усманов, Алексей Магин, Новости Губкинского.